Фонтан Сегодня мы находимся с вами на одном из самых известных и в то же время загадочных мест города Барнаула. Очень большой теннис. Скоро в Барнауле откроют академию этого вида спорта. Главное, чтобы ребенок был талантливый, чтобы у него было желание. Если у него есть желание, то я думаю, у него все получится. О событиях в Турнике вам расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Голубева. Здравствуйте. Затем сегодня коммунальщики приступят к ремонту теплотрассы, происшествие на которой взбудоражило социальные сети. Как накануне днем на улице Георгия Исакова в подземли бил фонтан. Из комментариев к видео понятно, что гейзер поднялся выше пятого этажа, а у мимо проходящего автобуса от напора воды выбило стекло. В пресс-службе Барнаульского представительства Сибирской генерующей компании нам сообщили, на данном участке произошел фар из теплосетей. Это связано с гидравлическими испытаниями. Трассы проверяют под давлением на прочность. Температура воды, которая вышла на поверхность, была безопасной – 20 градусов. На горячее водоснабжение жителей это никак не повлияло. В данном контуре его и так нет до 10 июня из-за прессовки на ТЭЦ-3. По ее результатам уже выявлено около сотни повреждений. На внутриквартальных и магистральных сетях более 25 устранено. По остальным ведется работа. В Барнауле по решению суда приостановлена деятельность предприятия по производству, хранению и складированию моющих средств. Напомним, 6 мая на улице Попова произошел разлив концентрированной моющей жидкости. В результате 17 человек обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор провел проверку. Материалы были переданы в суд, который пришел к выводу предприятию, представляющему угрозу жизни и здоровью людей, а также экологической безопасности, необходимо закрыть на 90 суток. За это время предприниматель Гайдей должен устранить все нарушения. Барнаульцы могут пожаловаться на дороги в интернете. На просторах сети появился новый всероссийский проект «Дороги без проблем», который контролируют общественники. Все обращения они обязуются передавать в заинтересованные инстанции. Новую форму обратной связи поддержали на самом высоком уровне. Интерактивная карта по проблемам дорожной безопасности уже работает. После регистрации на сайте любой желающий должен написать обращение, изложить суть ситуации и предложить пути решения. Для наглядности можно приложить фотографию. После данное место будет отмечено на интерактивной карте страны, а все материалы направлены экспертам рабочей группы общественного совета при МВД в регионе. Там проведут анализ ситуации и проконтролируют действия чиновников по решению проблемы. Если недоработка будет устранена, у нее появится статус «Проблема решена». Новый проект, по мнению авторов, поможет держать в тонусе ответственных людей, и разгильдяйство должно стать меньше. Иномарка врезалась в столб в микрорайоне «Поток». Инцидент случился накануне во время проливного дождя. Впрочем, причиной ДТП, по словам очевидцев, стали совсем не атмосферные осадки. Автомобиль, совершающий опасные маневры на дороге, экипаж ДПС обнаружил на улице Титова в районе Тимуровской. Началось преследование. Не проехав и 300 метров, водитель не справился с управлением. Ниссан Сани врезался в опору линии электропередач. Инцидент случился недалеко от перекрестка Титова, 40 лет октября. Кроме машины и столба, никто не пострадал. Водитель отделался переломом носа. Нарушителем спокойствия оказался мужчина 74-го года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. Сотрудниками был оформлен по статье 12.26, часть 2, за отказ от прохождения мета-свидетельствования. Также водитель был лишен права управления за аналогичное нарушение. Нарушителю спокойствия грозит помимо ареста штраф до 50 тысяч рублей. Напомним, с 1 июля наказание за подобные правонарушения ужесточится вплоть до уголовной ответственности. Всего за минувший выкенд автоинспекторы задержали в городе 50 нетрезвых водителей. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю съездил в гости к своим подчиненным на Северный Кавказ. Около ста наших земляков находятся здесь в служебной командировке. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! В составе объединенной группы Алтайской полиции сотрудники уголовного розыска, участковые, патрульные инспекторы ГИБДД в Шали и в Кабардино-Балкарскую республику уехали 4 месяца назад для обеспечения правового порядка. Олег Тарубаров ознакомился с условиями службы, быта своих сотрудников, посмотрел, как они поддерживают физическую форму, выслушал проблемы, которые волнуют личный состав. Кроме того, начальник алтайского главка вручил благодарственные письма тем, кто уже отличился на службе вернуться бойцы на Алтай через полтора месяца. В Барнауле скончалась оставшаяся без квартиры ветеран Великой Отечественной войны. 92-летняя Татьяна Белоконева летом прошлого года по вине мошенников осталась без прав на собственную жилплощадь. Ее квартиру купили какие-то неизвестные люди и пытались в ней прописаться. Позже выяснилось, что квартиру успели перепродать без ведома женщины целых пять раз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества, по обвинению был задержан подозреваемый. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Опрашивают свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура в гражданском порядке оспаривает все проведенные сделки, при этом в связи с кончиной Татьяны Белоконевой, потерпевшей в деле теперь выступает единственная наследница, сестра покойной, которая также находится в весьма преклонном возрасте. Я поверила просто, что это будет все исправлено. Продолжим. За ходом проведения ЕГЭ в Алтайском крае лично следит представитель Федерального центра тестирования из Москвы. Накануне она прибыла в Барнаул. Пока серьезных замечаний к организации первых двух экзаменов по географии и литературе у федерального эксперта нет. На что именно обращают внимание московские ревизоры, почему выбрала для контроля именно наш регион, выясняла Ольга Калачева. Федеральный эксперт в Алтайский край приехала на две недели следить за тем, как в школах нашего региона ребята сдают математику, русский язык, а также географию и литературу. Она родом из Кузбасса, 35 лет работала директором одной из гимназийного Кузнецка. В этом году впервые примерила на себя платье ревизора и сразу решила, проверять будет именно школы Алтая. Говорит, нравится природа и педагоги, хотя на выбор ей предлагали поехать еще и в Томск и Омск. А контролирует представитель Москвы на экзаменах буквально все и сразу передает столицу подробный отчет. Уважаемые выпускники, очень хочется пожелать вам успехов. Помните, верьте в себя, не опускайте руки перед трудностями и помните, удача и успех любят целеустремленных, активных, решительных и веселых. Добрый путь у вас. Число пострадавших от присасывания клещей в Алтайском крае продолжает расти. Только за прошлую неделю в поликлинике региона обратилось без малого полторы тысячи человек. У пяти врачи подозревают клещевой энцефалит, у 120 – сибирский клещевой тиф. В Барнауле присасывание клещей чаще всего происходит в нагорной части города, в поселках Южный, Власиха, Борзовая заимка, Ганьба. Внимательными быть специалисты советуют также при посещении Павловского, Первомайского, Косихинского и Рубцовского районов. В случае присасывания клещей иммуноглобулин бесплатно вводится только детям. Преследуя взаимные интересы, сегодня в научной библиотеке имени Шишкова была открыта базовая кафедра Алтайской академии культуры и искусств. Она была создана для подготовки будущих библиотекарей. Эта кафедра виртуальная, но проводить на ее базе планируют вполне реальные практические занятия. Различные семинары, мастер-классы, встречи с алтайскими писателями и поэтами. Я буду искренне счастлива, когда наши студенты скажут, вот вторник, допустим, среда, я не знаю, какой день, условно говорю, у нас занятия в библиотеке, и в этот день я никогда не прогуляю занятия и никогда не пропущу. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал, город. С 19 июня Барнаульский филиал финансового университета при правительстве России начинает юбилейный прием абитуриентов. Предоставляются бюджетные места общежития от срочка от армии. В 2015 году Барнаульскому филиалу исполняется 50 лет. В Алтайском крае это один из ведущих профильных вузов, который готовит специалистов в области финансов, экономики и менеджмента. Ведет набор на программы бакалавриата и магистратуры, на очную и заочные формы обучения. Студенты вуза могут обучаться за счет федерального бюджета и платно. Профессорско-преподавательский состав нашего филиала на 94% состоит из штатных работников. Те 6%, которые сверх этих 94% это люди-специалисты высокого уровня из регионального сектора экономики, которых мы приглашаем для подготовки наших экономистов, финансистов, менеджеров. Все студенты проходят практику на предприятиях. Финниверситет. Ценим прошлое, строим будущее. Барнаульским бизнесменам кризис нипочем. Многие успешно развивают свое дело. Делились они сегодня на торжестве в честь своего профессионального праздника. 26 мая отмечается День предпринимателя. В городе лучших чествуют в администрации, вручают гранты, награждают в номинациях «Успешный старт», «Лучший продовольственный магазин», «Лучшие предприятия общепита». Подробнее Лариса Куренкова. Даже кризис – не повод отказывать себе в маленьких радостях. Сегодняшний праздник отметили в тесном кругу власти и социально ответственные предприниматели города. В зале представители разных направлений бизнеса. К примеру, создатели одного из крупнейших барнаульских частных детсадов. Говорят, начинали работу с 20 мест. Сейчас уже 100. Открывались в то время, когда в городе была напряженка в этой сфере. И бизнес казался привлекательным. Сейчас на рынке жесткая конкуренция, но, вопреки всему, дело процветает. У нас была очередь, она так и осталась. Мы смогли удержать цену на том уровне, на уровне прошлого года. То есть мы особо не поднимали. Ну и, собственно, смогли оказывать услуги на том же уровне. Мы увеличиваем количество педагогов, увеличиваем количество дополнительных услуг. Так что мы хорошо живем в кризисе. Не жалуются на жизни производители продуктов питания. Признаются, последние веяния в экономике послужили толчком для развития. Импортные продукты дорожают или уходят с нашего рынка. На первый план выходят местные бренды. Отмечают, трудности есть всегда. Но в бизнесе главное – везение и упорный труд. Голова, в общем-то, ежеминутно только забита тем, что думает о том, как лучше сделать, чтобы заработать. В первую очередь, естественно. Не буду этого скрывать. Ну а если предприниматель зарабатывает хорошо, то и бюджет города в плюсе. Власти называют бизнесменов локомотивом экономики Барнаула. За год предприятиями выпущено 160 видов новой продукции. Созданы сотни рабочих мест. Глава администрации поблагодарил предпринимателей за социальную ответственность и благотворительные проекты. Дорогие друзья, вот в этот праздник я бы хотел вам пожелать всего самого наилучшего, чтобы процветал ваш бизнес, чтобы в ваших семьях всегда было только тепло, уют, солнце. И чтобы никаких проблем на горизонте, никаких туч ни перед вами, ни перед вашим бизнесом не было. К слову, со стороны администрации города также идет поддержка предпринимателей. В этом году она предусматривает 9 миллионов рублей, в том числе и на гранты. Два сегодня были вручены на создание портала кооперации и на разработку технологий для очистки подземных источных вод. Также предприниматели были удостоены почетных грамот и наград в честь праздника. Лариса Куренкова, Павел Лауренин, информационный канал «Город». А в нашей рубрике «Улицы столицы» Илья Кочетков сегодня прогуляется по Обскому бульвару. Сегодня мы находимся с вами на одном из самых известных, в то же время загадочных мест города Барнаула. Почему известных? Понятно. А почему загадочных? Да потому что, пожалуй, все пространство от самой площади Советов и до Матушки Аби можно назвать не иначе, как улицей мечты. Сегодня мы прогуляемся с вами по Обскому бульвару. Формально, если верить картам, Обской бульвар – это небольшой перешеек между Комсомольским проспектом и улицей Шевченко. Но тут есть одна тонкость. Есть Обской реальный и есть Обской, каким он мог бы быть. В Барнаульском музее «Город» хранится макет одного из последних проектов застройки центра города. Его разработали в начале 2000-х и планировали воплотить жизнь к 2010-му. Широкая бульварная полоса тянется от площади Советов, перешагивает через Комсомольский, от круглой храмовой площади, делает поворот и оттуда прямиком к берегу Аби. Город мечты, да и только. Кстати, первые идеи преобразовать эту часть Барнаула появились еще в начале прошлого века. В мае 1915 года, то есть ровно 100 лет назад, был принят генеральный план застройки Барнаула. Согласно этому плану, вот все это пространство, где мы сейчас стоим дальше, где Дунькина роща, где нынешняя площадь Советов, все это должно было стать огромной парковой зоной. И как знать, если бы удалось, ходили бы мы сейчас здесь по Косогорам, собирали бы грибы. Но у новой советской власти были другие планы, ей нужны были скорее широкие проспекты. И когда в 60-х годах снова заговорили про Абской, вскоре появился проект, разработанный ленинградцами, тот самый широкий бульвар. По тому проекту нынешнее здание администрации должно было стать 16-этажным и увенчаться шпилем, а там, где сейчас крутится колесо обозрения, появится гостиница. Проект начали реализовывать. Первой очередью стала площадь Советов и вот эти жилые дома. Кстати, вот факт, который сейчас помнят немногие. Вот это пространство между Шишковкой и соседним домом, здесь и дальше, между домом и больницей, это не что иное, как самый настоящий переулок. Причем у него даже есть имя. Это Шлиссельбургский переулок. А вот дальше дело пошло не сразу. Вплоть до середины конца 80-х здесь, в самом, по сути, центре города, был настоящий лес, остатки так называемой Дунькиной рощи. Кстати, мы сейчас стоим на месте, где когда-то высился тополь, на котором, по легенде, эта самая Дунька и повесилась. А совсем рядом был частный сектор. Здесь на месте вот этих яблонь тоже было продолжение рощи, тополя. Поэтому коровы из частного сектора, они днем выгонялись сюда, переходили на эту сторону, заходили даже вот в окрестные дома. То есть такая картина, она была вплоть до конца 80-х годов. Роща примыкала к горбольнице и была местом прогулок пациентов. Дмитрий Марьин рассказывает, когда начали строить вторую очередь бульвара, будущий дом афганцев, диагностический, в земле даже находили человеческие останки. Да он и сам находил кости. Откуда они здесь – тайна. А вскоре грянула перестройка, потом развал Союза, не до бульвара встала. В последующие годы к этой идее то и дело возвращались, но дальше Комсомольского бульвар так и не продвинулся. Архитектор Александр Деринг считает проект слишком затратным для любых, даже самых жирных времен, хотя и очень заманчивым. Это очень заманчиво. И это такая постоянная мечта. Это все-таки выйти на… У нас есть выход на речной вокзал, для которого тоже мы боремся, чтобы его нам не закрыли. Единственный. А если бы у нас появился вот здесь такой, конечно, бульвар с выходом, можно сказать, в центральной части города к Аби, конечно, это был очень мощный фактор для, во-первых, рекондиционной зоны. Если верить планам и макетам, то вот примерно здесь и там чуть дальше и должен был заканчиваться Абской бульвар. Огромный такой, как будто бы потемкинской детской лестницей. Случится это когда-нибудь, не случится, как знать. Давайте помечтаем. Говорят, мечтать очень даже полезно. Этот шедевр обычным зрителям не показывали еще ни разу, хотя он хранится в фондах художественного музея с 1973 года. По просьбе журналистов портрет с изображением легендарной балерины Майи Плесецкой на время достали из запасников. Об этом не только расскажем в обзоре событий культуры. 2 мая ушла из жизни легенда русского балета Майя Плесецкая. Ей было 89 лет. Именно с этого дня у некоторых барнаульских журналистов родилась идея найти хоть что-нибудь по теме. Им удалось выяснить, что в художественном музее есть работа известного мастера Артура Фанвизина «Портрет Майи Плесецкой». Но этот акварельный образ видели только научные сотрудники. Картина была написана в 1963-м, а спустя 10 лет поступила в фонды музея и с тех пор лежала в запасниках. Кстати сказать, этого могло бы и не случиться, если бы не настойчивые у журналисты. Говорят, портрет Плесецкой позже оформят, спрячут под стекло. Его покажут вновь уже официально, только после открытия нового здания художественного музея. Его друзья, ученики вспоминали о том, что Фанвизин так писал работу, как будто бы он дирижировал целым оркестром. О нем говорили, что он зажимал одновременно в руке до 20 кистей и потом выхватывал нужную кисть и писал. Писал, как будто бы находясь в каком-то трансе. Турина горе продолжает работу выставка «Всем Маргаритам посвящается». Здесь женские образы и у всех разные имена. Возникает вопрос, почему в названии экспозиции «Маргарита» находим ответ в небольшой фразе, которая заимствована из интернета. Все женщины ангелы, но когда им обламывают крылья, им приходится летать на метле. Организаторы выставки хотели сказать, что в каждой из нас живет булгаковская Маргарита. И в Екатерине Москвитиной, и в Юле Белиховой. Маргариты вокруг нас пишут портреты, радуют зрителей, а если понадобится, в любой момент взлетят на метле. В Краевой филармонии совсем скоро, а если точнее 28 мая, очередной симфонический вечер. В сопровождении нашего оркестра выступит молодой скрипач из Екатеринбурга Иван Иванов. В Барнауле он впервые, несмотря на то, что приехал за несколько дней до концерта, пока никаких экскурсий не планирует, мечтает хорошо выспаться. В Барнауле Иван завершает свой гастрольный тур. В его исполнении прозвучит симфония номер 5 Чайковского и концерт для скрипки с оркестром Хорнгольда. На Урале я объездил 20 городов. И после этого были концерты на Дальнем Востоке, во Владивостоке. В общей сложности этот концерт, который в Барнауле считается сейчас 28-м. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Меньше недели до главного праздника ребятишек мы все еще принимаем видео на конкурс к 1 июня с участием детей. Ведь редко кто не снимал своих чат на камеру. Наш электронный адрес citynewssobaka.ru И на него уже приходят клипы с очаровательными малышами. Торопитесь, работы принимаются до 29 мая. Обращаем ваше внимание, что видео обязательно должно быть оригинальным и ярким. Кстати, необычные фотографии мы тоже принимаем. А 1 июня в одном из парков Барнаула, на детском празднике сибирской медиагруппы, мы подведем итоги и вручим призы победителям нашего телевизионного конкурса. Уже два десятилетия я смотрю каждый день программы «ТВ-Город». Мне очень нравится эта телепередача, потому что она отражает большое количество событий, которые проходят в нашем родном городе Барнауле. И, что самое главное, эти передачи все сделаны очень умело и профессионально. О спорте. Едва не обыграла Барнаульская «Динамо» лидера «Восток» во второй лиге, но «Байкал» смог спастись на последней минуте 2-2. За наших забивали Липин и Первушин. Через несколько дней последний матч ничем не примечательного для «Динамо» сезона. А вскоре большой теннис станет очень большим для нашего города. Грядет открытие «Академии». Продолжит Юрий Борлис. Команда активных барнаульцев-бизнесменов в сотрудничестве с известным российским теннисистом Дмитрием Турсуновым инвестирует средства и опыт в развитие этой игры на Алтае. Будет усовершенствована материальная база и сформирована команда тренеров и персонала. Теннисные наставники из разных уголков России проходят подготовку для участия в этом амбициозном проекте. Один даже из Белоруссии. Четвертая ракетка страны. Главное, чтобы ребенок был талантливый, чтобы у него было желание. Если у него есть желание, то, я думаю, у него все получится. Физические качества и, в первую очередь, интеллектуальные качества. Чтобы ребенок думал на корте, в первую очередь, на корте думают. Кто думает головой, тот и побеждает. Президент Теннисной Федерации Края убежден, как и любой профессионал, что кроме процесса обучения должны быть поставлены на рельсы и выезды на соревнования. Без них ребенок не вырастет звездой. Это тоже будет. Вскоре откроется детский лагерь теннисный. По две тренировки в день плюс ОФП, и того, часов в пять дети будут заняты на корте. Набор в группе Академии начнется ближе к осени, ведь летом кто где. Я последние годы в Санкт-Петербурге работал, и там теннис на более высоком уровне развит, нежели здесь и в Новосибирске. Новосибирск просто чуть больше город и больше профессиональных тренеров. Но все очень дорого. Здесь сделали цены приемлемые для детей. Я первый раз с этим столкнулся, кстати. Но там поиграть час в теннис с тренером – это в районе двух с половиной тысяч рублей. Ну, порядка 350 рублей за занятия в течение этих занятий. Если два раза в неделю, значит, ну, будет порядка 650-700 рублей в неделю. То есть, в принципе, не так дорого. Стоит добавить, что на днях в Барнауле ждут тренера Дмитрия Турсунова Виталия Горина, владельца теннисной академии в США. Юрий Борлис, Алексей Фризин, информационный канал «Город». И о погоде в среду возможны дождь и гроза. Западный порывистый ветер. Ночью от 6 до 8, днем от 15 до 17. Выше ноля спасибо, что остаетесь с нами. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова